Вчера состоялся телефонный разговор между президентом Азербайджана Эльхамом Алиевым и главой Госдепартамента США Энтони Блинкина. Стороны обсудили ряд стратегических вопросов касаемо двусторонних отношений. Отметим, что это первый контакт руководства Азербайджана с администрацией Байдена на высшем уровне. На вопросы Кавказского бюро о том, как можно оценивать отношения двух стран, рассказал политолог Александр Караваев. Александр Караваев специально для Кавказского бюро. В отношении этого телефонного разговора тут ясно, что он был призван снизить раздражение, вызванное заявлением Байдена о признании геноцида армян в Османской империи в 1915 году. И как бы они, конечно, увидели, услышали, что поднялась такая определенная волна возмущения и в Анкаре, и в Баку. И, в общем-то, это было как раз нацелено на то, чтобы определенным образом дать сигнал, что Вашингтон не стремится подорвать этим заявлением свои позиции в регионе и будет пытаться как-то найти возможности для наращивания отношений, либо как бы для восстановления тех позиций, которые были раньше. Учитывая, что вот за 30 лет расширение влияния Соединенных Штатов на постсоветское пространство, ну, динамика была показана разной. И, в общем, пик влияния Соединенных Штатов, он, скорее всего, наверное, остался позади. Последние годы наблюдался такой постепенный спад, и пространство, которое раньше было принято оценивать, ну, в самом случае, из Москвы, как пространство, которое занимает интересы США, их стало постепенно занимать Турция, другие страны, Евросоюз, Китай определенным образом уже обозначился как активный экономический игрок. И, тем не менее, вот, несмотря на эту динамику, заметно, что Соединенные Штаты, во всем случае, за прошлый год, за 20-й, стали постепенно возвращать свои позиции в качестве активного источника инвестиций в Азербайджан в качестве достаточно важного места для расширения торговли азербайджанской продукции. И, кстати говоря, речь идет преимущественно о ненефтяном секторе. И вот я думаю, что эта тенденция, все-таки, она будет укрепляться при Байдене. Опять-таки, несмотря вот на достаточно большой комплекс противоречий между Соединенными Штатами и Турцией. Теперь, что касается Минской группы ОБСЕ. Ну, Минская группа, конечно, она пребывает как бы на грани ступора, я не знаю, может быть, даже распада, но распада не по внутренним как бы организационным причинам, там, или просто окончания срока деятельности этой организации. Нет, здесь видно, что просто они никак не могут сформулировать свои новые задачи в изменившейся обстановке вокруг Нагорно-Карабахского конфликта. То есть, вот их основная часть их работы, основная часть их деятельности, она была сконцентрирована вокруг обсуждения принципов примирения и принципов урегулирования вот именно в вопросе возвращения территорий. Потому что тема, связанная там со статусом и дальнейшими шагами определения, значит, статуса этого анклава армянского, да, на территории Азербайджана и вообще, в принципе, его судьбы в рамках Минской группы тоже ведь откладывалась, да, на длительную перспективу. Главная их цель, их наибольшая активность, их деятельности, как бы вот последние 10 лет, она была связана с попыткой реализации так называемых мадридских принципов в разном толковании, в разном их издании. Но в целом, как бы, было ясно, к чему это должно привести. И вот неожиданное, значит, разрешение, разрешение этого конфликта в пользу Азербайджана путем военной операции, оно, в общем, как бы выбросило Минскую группу за линию активных игроков в этом регионе. И сейчас им надо, в общем, им было уже достаточно времени дано на то, чтобы переформулировать как-то свою деятельность в плоскости, налаживание диалога между общинами, например, да, в плоскости как бы более активной позиции в плане социально-экономической нормализации между Арменией и Азербайджаном. Но пока-то реальных каких-то инициатив в этой плоскости пока не видно. Середина 2021 года, а пока того, каким образом Минская группа будет активизироваться, пока не видно. Субтитры создавал DimaTorzok